Здравствуйте! В эфире программа новости Сургу-24 в студии Анна Марченко. В начале выпуска коротко о главных темах. Только снег начал сходить. В Сургуте стартовала кампания по ремонту дорог, пока латают ямы по технологии литого асфальтирования. Пора домой из Сургутского центра охраны материнства и детства выписали первую в этом году тройню. Мальчики появились на свет почти месяц назад. И удовлетворить частично в Сургутском городском суде вынесли вердикт по делу о взыскании морального вреда с виновников резонансного смертельного ДТП в 2019 году на улице Энергетика. В Сургуте стартовала кампания по ремонту дорог, пока сотрудники подрядной организации, это компания Дорремтех, латают ямы по технологии литого асфальтирования. Заключен муниципальный контракт, который предусматривает, что таким методом устранят дефекты на площади почти 1500 квадратных метров. Начиная со 2 апреля, когда переоборудовали часть техники зимнего на летнее содержание, сделали уже 90 квадратных метров дорог. Работают круглосуточно две бригады днем, столько же ночью. До конца апреля весь предусмотренный договором объем специалисты Дорремтеха намерены сделать. Уже известно, что вскоре техника появится на Грибоедовской развязке, кольце у торгового центра Ярославна, улицах Энергетиков, Энгельса, Электротехнической, проспектах Мира и Набережном. Погода в этом году снежная, марк выпал, много снега, поэтому ситуация такая, что яма появляется. Сургут один из первых освоил эту технологию, литой асфальтный бетон. И она, наверное, единственная технология для ремонта именно в данное время при минусовых температурах или при плохой погоде. То есть можно выполнять работы до минус 12 градусов. Температура литого асфальта бетона достигает 220 градусов. Попадая на подготовленное основание, смесь выпаривает влагу и застывает, даже без уплотнения. Готовится из песка, щебня, цемента и битума. Причем повышенное содержание последнего исключает попадание внутрь влаги. Этот вид ремонта называют одним из самых эффективных, но вместе с тем и наиболее дорогим. Изготовление массы для наполнения одного квадратного метра оценивается в 6300 рублей, что в два раза выше стоимости стандартного слоя асфальта бетона. Кроме того, для литого и высокопрочного нужна еще и специальная техника, в которой смесь не только доставляется к месту ремонта, но и готовится. Сейчас на стадии определения подрядчиков находится еще несколько контрактов по устранению дефектов на дорогах. Средства выделяют бюджет города, пока речь идет о сумме, не превышающей 40 миллионов рублей. Однако на практике она зачастую становится выше за счет выделения дополнительных средств по ходу дорожно-строительного сезона. Компания по полноценному ремонту дорог начнется, когда установятся стабильные положительные температуры. Как правило, это конец мая, начало июня. Также мы планируем еще два заключительных муниципальных контракта на устранение дефектов. Это сруйный инвестиционным методом и дорожным ремонтером. Также еще будет предусмотрена ликвидация поперечных и продольных трещин. У нас еженедельно есть комиссия в составе дирекции дорожно-транспортной, департамента городского хозяйства, подрядчиков. И по результатам этого объезда определяются первоочередные участки, где требуется ямочный ремонт. Если яма превышает больше 5 сантиметров и шире 40 сантиметров. Около 16 тысяч сургутян уже стали участниками голосования за объекты инфраструктуры, старт реновации или строительства, которых планируется в 2025 году. Опрос проходит на сайте федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента. В Сургуте уже несколько лет ведется благоустройство рекреационных территорий. Напомню, что нынешней весной на голосование вынесены 4 объекта, в числе которых 2 этапа реализации парка на улице Республики, которые сегодня посетили представители общественности. В позапрошлом году, в 2022 году, здесь была реализована спортивная площадка, также в рамках программы формирования комфортной городской среды. В текущем году один из победителей прошлого года, также этот парк, это реализация первого этапа дорожно-тропиночной сети, которая, собственно, будет подготавливать подходные пути к данной территории. И на следующий год, на сегодняшний день в голосовании, есть два этапа реализации данного парка по улице Республики. Это полное завершение этого объекта, в случае, если этот объект пройдет голосование на данной территории. То есть в 2025 году мы получим законченный объект. Первый участок дорожно-тропиночной сети в парке на Республике начнут возводить уже в июне этого года. Если оставшиеся два этапа наберут достаточное количество голосов, жители в 2025 году получат полноценный парк с местом для выгула собак, дорожками, освещением, лавочками, памп-треком и детской площадкой. Скверы сейчас пользуются популярностью у сургутян. В теплое время года там отдыхают жители, проходят спортивные тренировки, а также волейбольные и баскетбольные матчи. В летний период мы будем проводить на этом поле тренировки для подготовки к турнирам по волейболу. Также будем проводить открытые тренировки с нашими городскими спортсменами, на которые обязательно пригласим молодежь. Вот этот объект очень интересен тем, что он охватывает весь микрорайон, будем так говорить. Тем более учитывая, что по проекту он очень насыщенный, насыщенный вот этот парк. Озеленение уже готовое, природа нам дала. Нам осталось наполнить этот парк малыми формами, дорожками. Чтобы сургут получил федеральное окружное софинансирование на совершенствование общественных пространств, требуется активность жителей. И чем больше будет откликов, тем лучше, поскольку это покажет высокую степень заинтересованности горожан в теме благоустройства и будет выгодно отличать сургут среди остальных. За годы реализации проекта по формированию комфортной городской среды в качестве на лучшую сторону изменились парки за Саймой и Кедровый Лог, появились сквер за Дворцом Торжеств в 20-м А микрорайоне и другие объекты. В обществе «Сургутнефтегаз» выбрали нефтяную королеву 2024 года. О фантастическом финальном шоу, креативных и смелых участницах из структурных подразделений компании, душевности и сплоченности в процессе подготовки к традиционному весеннему конкурсу смотрите далее. 12 изящных, ярких и талантливых конкурсанток из разных структурных подразделений компании «Сургутнефтегаз» стали финалистками традиционного события. «Нефтяная королева» проводится в 21-й раз. Поддерживает участниц на всех этапах состязаний первая победительница в летописи конкурса. У нас было все гораздо проще. Сейчас все интереснее, все объемнее. Много конкурсов, в которых я бы тоже поучаствовала. Дело в том, что у нас конкурс продолжался с 10 утра до 9 часов вечера. У нас было около 40 участниц. И каждый, кто что-то, минут на 40 так коротенько рассказывал, какая это шикарная нефтяная королева. И вот со второго года у нас начался регламент. На всех этих репетициях бывают. То есть со всеми участницами. На общих репетициях, на личных репетициях. Девочки вот за этот месяц они раскрываются. Они себя показывают настолько удивительно и интересно, что просто диву даешься. Более 570 сотрудниц компании «Сургутнефтегаза» приняли участие в «Нефтяной королеве» за всю историю конкурса, который организован Советом Женщин Акционерного Общества в 2001 году. Они все работницы «Сургутнефтегаза». Конечно, были королевами дома, в семье, для своих детей. Но они не были королевами для «Сургутнефтегаза». Поэтому был придуман этот конкурс. Для того, чтобы женщины стремились показать всему «Сургутнефтегазу», что они на работе тоже королевы. Рассказывают о своей профессии, как они ее любят, гордятся. Рассказывают о своих талантах, увлечениях. В общем, мы видим, что это не только прекрасные хозяйки дома, не только производственницы, но еще и очень разносторонние, развитые женщины, работающие в «Сургутнефтегазе». В отборочном туре 22 прекрасные сотрудницы Акционерного Общества представили на суд-жюри визитную карточку в виде творческого номера о профессии «Будущее начинается с меня». А также продемонстрировали на сцене моноспектакль об одном из своих хобби в задании «Талант на все времена». В финале же девушки читали письма, адресованные себе в будущее. Ты прочтешь эти спорки, и этот день, и эти невероятные эмоции, которые я сейчас испытываю, вернутся к тебе с новой силой. До встречи в 2084 году. Атмосфера мероприятия отражала название конкурса «Взгляд в будущее». Блистали девушки в дефиле своими космическими нарядами, которые сделали своими руками, добавив в них изюминку от профессии. Спала два часа. Мы доделывали платье, а в предыдущие дни мы спали четыре часа. Всю неделю мы с воскресенья репетировались с девочками и продержались исключительно только потому, что мы друг друга полюбили. У нас очень классные, поддерживающие, добрые отношения. До этого я не выступала на таких огромных конкурсах, поэтому это довольно сложно на самом деле, когда не имеешь опыта такого. Но с классным настроем я иду отдать все свои эмоции, все свои качества, всю свою любовь зрителям. И пусть мне улыбнется удача. И удача Елене Пастуховой улыбнулась. Девушка стала серебряным призером конкурса. Титул «Нефтяная королева-2024» и приз зрительских симпатий завоевала Евгения Долгая. Из Треста «Сургут. Нефтедор. Строй. Ремонт». Накануне из Сургутского центра охраны материнства и детства выписали первую в этом году тройню. Напомню, 6 марта 19-летняя жительница Нефтьюганска в одночасье стала многодетной мамой, родив сразу троих сыновей. Мальчики появились на свет весом около 2 килограммов. Почти месяц молодая мама с детьми находилась в центре под присмотром врачей. Рождение троин, к слову, для врачей Сургутского роддома не в новинку. Только за 2023 год в перинатальном центре на свет появилось три тройни. Деточки родились 6 марта на сроке 34 недель путем кесарево сечения. Это самопроизвольная тройня, не имея методом ухода. Это бывает крайне редко, учитывая, что мама у нас такая молодая. Деточки появились на свет путем кесарево сечения. Детки в целом родились довольно-таки неплохие. Состояние средней степени, особых реанимационных мероприятий они не требовали. Далее из отделения реанимации они перевелились в ОПН, отделение патологии новорожденных. И там проходили наши дальнейшие лечения. Первые тройняшки в 2024 году за время нахождения в центре набрали вес до 3 килограммов. А мама научилась справляться сразу со всеми новорожденными. Потому что уверена, что проблем с воспитанием не окажется. Помогать ей будет муж Далер Аликулов. Он, кстати, учится в медицинском университете. А потому знания, которые будущий врач получает в учебном заведении, помогут ему. Я просто хочу сказать большое спасибо медперсоналам. Если бы они не были, я бы вообще не научилась. Они так помогли мне. Научили, как ухаживать за новорожденным, тем более недоношенными. И с их помощью я слегка научилась справляться. И месяц, как хорошо справилась. На выписке «Встречать малышей» собралась большая семья. Бабушки и дедушки, тети и дяди. Многодетный отец, в свою очередь, обещал, что приложит все усилия для воспитания добрых, дружелюбных и отзывчивых сыновей. Будет прививать им любовь к спорту и учить приносить пользу людям. А бабушки и дедушки теперь будут ждать в большой дружной семье еще и внучек. Они же наши. Бабушки на радость, дедушки на гордость. Конечно, будем помогать. Я всегда с ней в вузы ходила, потому что другая мама была далеко чуть-чуть. Недавно приехала. Мы вместе ехали, вместе всегда были. ГИТИС в Сургуте 3 и 4 апреля в экономической столице Югры прошли оффлайн-прослушивание для тех, кто мечтает поступить в крупнейший театральный вуз Европы. Оценивала таланты абитуриентов преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИС Марина Орел. Для тех, кто не смог присутствовать на очном прослушивании, есть возможность пройти первый отборочный этап онлайн. Как это сделать и что требует для поступления, расскажет Анастасия Петрова. Билет в будущее. В Сургуте стартовали прослушивание в ГИТИС, организованное МТС в рамках образовательного проекта «Поколение М». Югру специально для этого пригласили Марину Орел, преподавателя кафедры мастерства актера, одного из крупнейших театральных вузов в Европе. Интерес к направлению со стороны школьников нашего региона высочайший. Югру мы выбрали потому, что статистично ребята, молодежь, очень активно показывают себя, как в принципе в проекте «Поколение М» очень много у нас участников из Ханты-Мансийского автономного округа по разным направлениям, не только театральный, но и все другие направления. Ребята очень активные. И мы вот поэтому пригляделись внимательно к региону и увидели здесь большой потенциал. Плюс к этому мы видим, насколько правда театральный город, насколько креативный город, креативные ребята. В прошлом году Виталина Мухиярова из Ханты-Мансийска и Артем Терехов из Сургута успешно прошли аналогичный первый тур отбора и отправились покорять столицу нашей страны. Соискателям, чтобы последовать их примеру, необходимо было исполнить песню, прочитать басню, отрывок из прозы и стихотворения. Оценивали строго и пристально. По сути, каждый тур – это одно и то же. Вы читаете свою чтецкую программу. Чем она будет разнообразней, чем она будет интересней, и чем больше она будет от себя, это наш такой термин, от себя, это значит не неких абстрактных героев, а далеких. Ну, потому что, действительно, я уже неоднократно говорила о том, что когда выходит 17-летняя девочка и пытается изобразить из себя Настачу Филипповну или Анну Каренину, это выглядит зачастую как-то смешно и нелепо. На прослушивание записались больше 150 человек. Все они абитуриенты из многих уголков Югры, Сургута, Нижневартовска, Мегиона, Коголыма, Ханты-Мансийска, Лангипаса. Несколько человек приехали из Ямала, Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга. Каждый с ответственностью подходил к прослушиванию, подбирал на ряд произведения, которые, по их мнению, способны зацепить мастеров. Попасть на сцену – мечта детства, признаются школьники. Это мечта всей моей сознательной жизни. Я очень давно занимаюсь театром, и это, наверное, единственное, что меня так загорает, что меня делает живой. Поэтому я решила, почему бы не пойти. От этого прослушивания я жду, во-первых, советы, как идти, что делать и так далее, каких-то вообще подсказок. Прослушивания проходили 3 и 4 апреля. После определиться, кто из ребят сможет попасть на следующий тур творческих испытаний в Москве. У тех, кого не было возможности лично присутствовать на отборочном этапе, будет шанс пройти его в онлайн-формате на образовательной платформе МТС-ЛИНК. Расписание доступно на сайте поколения.мтс.ру. Самым артистичным зачтут прохождение первого этапа и также пригласят в столицу. Анастасия Петрова, Данил Панков, Сургут, 24. Сургутянин записал видеообращение к руководителям прокуратуры и Следственного комитета города. Мужчина рассказал о ходе движения расследования по делу о совершенном на него нападении и попросил взять материалы на контроль. В записи указано, что 16 марта он встретился с бывшим мужем своей девушки, который к тому же пришел с братом. Они напали, нанесли несколько ножевых ранений, проткнули колеса его автомобиля и скрылись, увидев прохожих. Только появление случайных подростков возле нас остановило Вадима от продолжения расправы. Я воспользовался этим, вырвался и стал звонить друзьям, звонить в полицию и в скорую помощь. Увидя это, преступники скрылись с места происшествия. Через некоторое время приехали сотрудники Росгвардии и скорая помощь, которая привезла меня в больницу. Уже лежа в больнице, я узнал, что один из нападавших, Анатолий, родной брат Вадима, является сыном одного из высокопоставленных сотрудников полиции нашего города. Как рассказал пострадавший, полицейские изъяли у него телефон, в то время как подозреваемые якобы были на связи, писали смс с угрозами подруги и ему самому. Из больницы исчезли вещи, а опросили мужчину только после подачи жалобы. Редакция ОМЕДИ обратилась за официальным комментарием в полицию города, где рассказали, что уголовное дело заведено, причем сразу по двум статьям, без нарушения сроков. Сразу после получения результатов судебно-медицинской экспертизы и опровергли связь одного из предполагаемых нападавших с УМВД. Уголовное дело в отношении мужчины 1991 года возбуждено 21 марта по двум статьям Уголовного кодекса. Статьи 119 Уголовного кодекса угрозы убийством и статьи 115 Причинение легкого вреда здоровью. Информация о том, что у подозреваемого, родственник, действующий сотрудник полиции не соответствует действительности. Удовлетворить частично в Сургутском городском суде вынесли вердикт по делу о взыскании морального вреда с виновников резонансного ДТП в 2019 году на улице Энергетиков. Тогда, напомню, столкнулись Лексус и БМВ. Тюремные сроки в соответствии с приговором, вынесенным в октябре 2022-го, получили оба водителя. Один поворачивал налево, вопреки требованиям дорожного знака. Другой, будучи в нетрезвом состоянии, несся со скоростью выше 150 км в час. Погибли три человека. Компенсировать моральный вред потребовали мамы двух жертв этой трагедии и попросили взыскать с водителя БМВ 5,5 миллионов рублей, с молодого человека за рулем Лексуса 3,5 миллиона. Судом учитывались попытки ответчиков загладить нанесенный вред, а именно принесенные извинения Мирмиевым матерям погибших, в том числе перечисление денежных средств ответчиками, состояние алкогольного опьянения в момент дорожно-транспортного происшествия ответчикам Мирмиевым и самого погибшего, а также скорость, которую набрал водитель транспортного средства марки БМВ. Судом частично удовлетворены требования истцов. Взыскано в пользу истцов с ответчика Степанова 900 тысяч рублей компенсации морального вреда. С ответчика Мирмиева 1 миллион 400 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу. С приходом весны возможно стремительное увеличение количества случаев инфекционных заболеваний, рассказали специалисты Роспотребнадзора. Связано это в первую очередь с паводком и таянием снега. Многие жители дачных участков пользуются водой шахтных и трубчатых колодцев, которые в свою очередь слабо защищены от загрязнений. Нередки случаи, когда дети играют, например, пускают кораблики в талой воде и тоже рискуют подхватить острую кишечную инфекцию. Грязная вода представляет собой благоприятную среду для микроорганизмов, в том числе бактерии из помета грызунов. Кроме острых кишечных инфекций, во время паводка может человек заболеть таким инфекционным заболеванием, как лептоспироз. Лептоспироз, конечно, это передают грызуны чаще всего и именно выделяют возбудителя своими биологическими выделениями. Если происходит непосредственно паводок, то вода смывает их биологические выделения и может попасть в возбудитель водную среду. Не используйте паводковую воду для питья ни в коем случае. Не используйте паводковую воду в хозяйственных целях. Чаще мойте руки с мылом, обрабатывайте кожным антисептиком. Берегите своих детей и позаботьтесь о безопасности своих детей. Не разрешайте своим детям купаться, играть в паводковой воде. В Сургуте и Нижневартовске в этом году ледоход может начаться раньше, чем в 2023. Это предварительные данные Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В соседней с нами Томской области река Томь, являющаяся самым многоводным правым притоком Аби, ожидается начнет освобождаться от зимних оков 10-12 апреля. В прошлом году ледоход прошел там 24 числа и был довольно поздним из-за холодов. Об этом пишет портал Сибмедиа. В 2023 в Сургуте лед тронулся 7 мая. В этом году есть основания предполагать, что это при благоприятной погоде произойдет на несколько дней раньше. На этом выпуск новостей завершен. Спасибо, что были с нами. Впереди еще блок коммерческой информации «Прогноз погоды». Больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте. Увидимся на наших каналах. Картины великих художников оживают в танце на глазах у изумленной публики. Это новая яркая постановка Аллы Духовой «In the Night». Тодес. 10 апреля. Филармония. Привет. Я знаменитый суп «Том-Ям». Я настолько прекрасен, что меня даже хотят включить в список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Меня готовят только из свежих продуктов. Я очень насыщенный и порой обжигающе острый. Но ждать, пока я остыну, нельзя. Съешь меня сразу. Встретимся в «Том-Ям-баре». Хотите, чтобы волосы были пышнее и гуще? Безоперационная пересадка волос в центре «Акватория». Эффективно, без наркоза и разрезов. Окончательный результат виден уже через два месяца. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону в Сургуте. 59 35 35. Центр медицинской эстетики «Акватория». Цветы мира – это когда цветов не просто много, а много. А еще цветы мира – это когда покупаешь больше, а платишь меньше. Розы от 74 рублей. 101 роза от 5 656 рублей. Красивые срезанные цветы по оптовым ценам с очень гибкой системой скидок в магазине «Цветы мира». Югорский тракт 7-4. Блок А. Телефон 70 70 07. 7 важных плюсов Телеплюс. Высокоскоростной интернет. Цифровое HD-телевидение. Умные интернет-домофоны и смарт-четчики. Охранное видеонаблюдение и система «Безопасный двор». Элементы умного дома. Телеплюс. Для любимых абонентов. Включено все. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте. 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды».